Рокстар 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 В чем Sony не откажешь, так это в умении выпускать образцово-показательные эксклюзивы. И первым среди равных здесь является God of War. В эпоху, когда на нас волна за волной накатывают выживалки, боевые рояли и прочие порождения онлайна, студия Sony Santa Monica смогла сделать шикарный сингл. Его не испортило даже добавление стандартного супового набора современного блокбастера в виде открытого мира, прокачки и крафта. В God of War все это игру гармонично дополняет, не превращая ее в гринделку или в забег по бесконечной череде вышек. Ну а сюжет вообще получился выше всяких похвал. История отца и сына, бывших такими чужими друг другу в начале пути и ставших семьей в его конце, заслуживает лишь самых высоких оценок. Как и вся игра в целом. Сложно вспомнить, когда IO Interactive не переживала бы тяжелые времена. Всегда она на грани, из последних сил, а сейчас с ней расстался давний партнер и издатель Square Enix. Но даже после этого студия умудрилась выпустить новую часть приключений Агента 47-го. Огромные, детально проработанные уровни Hitman 2 предлагают десятки очевидных, неочевидных, странных и попросту невероятных способов убийства цели. Просто подкрасся и задушить здесь самый простой и примитивный вариант. А уж пистолеты, винтовки, дробовики и вовсе являются инструментом дилетантов. Настоящий профи выходит на дело с пустыми карманами и чистым сердцем. И также покидает миссию, оставляя охрану даже не потревоженной. И в новой части с этим полный порядок. Четвертый Just Cause — это в первую очередь работа над ошибками третьей части. Здесь есть новые режимы грэмплинг-хука, которые позволяют, например, собрать себе летающий крейсер. Новая физика машин, благодаря которой водить стало удобно и приятно. Новые пушки, новые противники, возможность полетать в торнадо и так далее и тому подобное. Но все это не главное. Главное, что разработчики вырезали все моменты, просаживавшие темп в третий Just Cause. Например, чтобы захватить провинцию, раньше требовалось зачистить соответствующую военную базу до последней цистерны с бензином. А чтобы заказать оружие или fast travel, регулярно возвращаться домой за сигнальными ракетами. Теперь все это в прошлом. Поэтому освободить страну в новом Just Cause действительно можно на одном дыхании. Приличных игр во вселенной BattleTech не выходило уже лет 20. И потому творению студии Higher Bright Schemes мы готовы были выдать любые авансы, заодно только трепетное отношение к Беку и Лору. Но, по счастью, эта игра в авансах не нуждается. Она крепко стоит на ногах. По большому счету претензия к ней может быть только одна — очевидная бюджетность. По полной выложились фанаты на Кикстартере. Издатель старался как мог, но все-таки парадокс — это совсем не Activision. Поэтому доделывать то, на что не хватило денег, приходится до сих пор. Например, режим карьеры появился в аддоне Flashpoint, а к лету обещаны городские бои. Но, несмотря на все это, BattleTech — это, безусловно, одна из лучших игр года. И уж точно лучшая тактика. Kingdom Come вполне можно было бы дисквалифицировать из-за количества багов. Но уж больно любопытным получился этот эксперимент студии Warhorse. Ей удалось создать мир, в котором было круто жить по его правилам. Не пытаться абьюзить систему, собирая рекордные урожаи целебных трав и на выручку от их продажи закупая топовое снаряжение. Но стараться отыграть роль сына-кузнеца без гроша в кармане. И тогда Kingdom Come начинало раскрываться во всей красе, позволяя прочувствовать жизнь в богемии 15 века. Ловить силками птиц и ездить на охоту. Изучать описания средневековых казней и в деталях осваивать премудрости алхимии. Устраивать кутеж с сельским священником, а на следующий день читать вместо него проповедь. Kingdom Come получилась игрой настолько самобытной, что ее даже не с чем сравнить. Именно поэтому она и попала в наш список. Несмотря на все баги. Игру от студии Insomniac нельзя назвать идеальной. Создав Нью-Йоркскую песочницу, разработчики наполнили ее парой тонн довольно однообразных побочных заданий. Но в остальном придраться было не к чему. Зрелищные сюжетные миссии. Лежащая в их основе история, которой может позавидовать половина голливудских блокбастеров. Динамичная боевая система. А вишенкой на торте, конечно, стали полеты на паутине. Трудно представить, сколько Человека-часов пришлось угробить, чтобы все эти паучьи чудеса на виражах не просто выглядели естественно, но доставляли натуральный кайф. Чтобы первые несколько часов ничем другим заниматься не хотелось, а только скакать с одного небоскреба на другой. С игрой Питеру Паркеру однозначно повезло, а остальным героям Марвел пока остается ему только завидовать. «Эвэй Аут» — это история побега двух заключенных. Компьютерных напарников не предусмотрено, как и системы поиска игроков. Проходить «Эвэй Аут» нужно с верным товарищем от начала и до конца. Автор игры Юсеф Форес ранее снимал фильмы и даже добыл пару наград, а потому обращается с камерой так, чтобы позавидовал бы сам Кодзима. «Эвэй Аут» — это кино с первого и до последнего кадра. Зрелищная, вопреки слабой графике, и драматичная, как голливудская классика. Вся история умещается в один вечер, но малая продолжительность тут только на пользу. Вы и ваш товарищ с головой погружаетесь в роли неоднозначных героев, и по итогам вам обязательно будет, что обсудить и о чем жарко поспорить. «Детройт» вышел в первую очередь запоминающимся. Можно не любить его героев, можно не соглашаться с Кейджем, который откровенно агитирует за равноправие андроидов и людей. Но в конечном итоге не так важно, сочувствуешь ты персонажам или наоборот. Важно то, чтобы они не оставляли равнодушными. Радует и вариативность. Неминуемое восстание андроидов может принять форму как кровавого бунта, так и мирных акций протеста, где роботы будут добиваться прав, давя на жалость. Чем закончится эта история для каждого из трех главных героев, зависит от того, что игрок навыбирал в процессе. Поэтому после титров «Детройт» немедленно хочется пройти заново с другими вариантами. А для интерактивного фильма более высокую планку качества трудно представить. Студия «Цианайт» смогла сделать такой зов к Тулху, за который не будет стыдно даже перед самим Лавкрафтом. Пусть игра получилась не очень пугающей, но зато очень и очень атмосферной. С какой-нибудь эгонией ее даже сравнивать нельзя. Главный герой — Эдвард Пирс, частный детектив, который расследует смерть художницы Сары Хокинс. Выйдя на след культа «Ктулха» поклонников, сыщик начнет медленно погружаться в омот безумия со всеми положенными по случаю галлюцинациями. Нас даже будут пытаться переманить на сторону поклонников «Осьминожки», ведь только избранному даровано честь сыграть роль будильника для древнего божества, которое сладко сопит на дне океана. Создатели «Кингмейкер» сильно поспешили с релизом, количество багов на старте было просто неприличным, и пройти игру удалось немногим. К тому же управление баронством, которое должно было стать фишкой игры, на деле оказалось занятием весьма однообразным. К счастью, студия ударно принялась делать патчи и решила большую часть проблем, так что теперь можно сосредоточиться на главном. Например, на отличной ролевой системе, основанной на настольной RPG Pathfinder, которая позволяет как следует поупражняться в создании интересных билдов. Ну и, конечно, нельзя не сказать про сценарий, который оказался на высоте. Тут и политика, и мистика, и персональные драмы, и убойные диалоги, и харизматичные компаньоны. Несмотря на неудачный старт, свое место в числе лучших игр года «Кингмейкер» заслужилось полна. Капком долго не хотела выпускать сериал «Монстр Хантер» за пределы вотчины Нинтендо, и, как оказалось, зря. «Монстр Хантер Уорлд» оказался тепло принят публикой. Да и неспроста. Симулятор охоты на чудовищ поражает размахом. Длиннющая сюжетная кампания. Гигантский, запутанный мир. Огромный бестиарий. Море доспехов и диковинного оружия. Контент в игру пихали, как в последний раз, и чтобы никто не ушел обиженным. Поэтому после удачного завершения одной охоты хочется только одного — выковать из останков убитого монстра оружие посильнее и отправиться за головой следующего зверя покрупнее. Кто-то скажет «Гриндилка» — да, и одна из лучших. На первый взгляд «Рим Уорлд» — типичная стимовская инди-игра. Символическая графика, процедурная генерация мира и персонажей, открытый геймплей без особой цели. Мы просто строим базу, обеспечиваем жителей всем необходимым и отбиваем нападения рейдеров. Однако «Рим Уорлд» отличает прямо-таки маниакальное количество деталей, которые при этом не требуют маниакального микроменеджмента. Все интуитивно понятно. В темноте работается медленнее, чем в освещенном помещении. Высадившись в Арктике, нужно запасаться теплой одеждой, а в тропиках готовится к тепловым ударам и вспышкам малярии. Ну а в бою и вовсе может случиться всякое. Пули не сбивают абстрактные хитпоинты, а повреждают вполне конкретные руки, ноги, пальцы и внутренние органы, которые при желании можно заменить киберпротезами, собрав себе виртуального Адама Дженсона. «Рим Уорлд» с легкостью может затянуть на сотни часов, поскольку каждый старт выливается в совершенно новую историю. Менее обременительной и более красивой автоаркады, чем четвертая Forza Horizon, сейчас просто не сыскать. Playground Games концентрировалась на главном, то есть на машинах и местах, где они обитают. Физическая модель здесь лучшая в серии. Машины в меру послушные на асфальте и злые на бездорожье. Достаточно тяжелые, но не чугунные, как раньше. Ну а открытый мир и вовсе получился на загляденье. Каждый дом, каждый забор и деревца находятся строго на своих местах, дабы создать виды, как на открытке. А чтобы эти виды не приедались, раз в неделю тут меняются времена года, чего в гонках с открытым миром вообще еще не было. Словом, все в новой Forza Horizon сделано так, чтобы гонять в нее можно было как минимум до выхода пятой части. Вот такие игры стали, по нашему мнению, лучшими в этом году. А что думаете вы? Отпишите в комментариях. Но сперва не забудьте про лайк, подписку и колокольчик. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok